Представители знака Зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки, здравствуйте! Гороскоп Торо Прогноз весна 2023 года, март-апрель-май. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, но будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но мы предполагаем, вместе размышляем и допускаем, как альтернативные варианты нашего восприятия событий, так и сами обстоятельства. И мы достанем три карты помесячно. Но я бы не утверждала, что вот прямо так все это будет. Конечно, нет. У каждого из нас может все перемешаться. Или наоборот, что-то, какая-то тема одна наиболее важная будет для вас актуальна в течение всего весеннего периода. Но достанем мы карты, как март, апрель, май. И на колоде Торо Висконте Сворца достанем тоже несколько карт по основным сферам жизни и в то же время конкретизируем, что будет наиболее важно, что будет в центре внимания, что может быть важно знать. Что нам будет помогать? Каковы неожиданности? Дела работы, бизнес, финансы и личная жизнь. Итак, март. Все под контролем, мои дорогие. Ну, кстати, девять в нумерологии – это преддверие перемен. Сохраняй все то, что у тебя есть. Не рискуй собой. Хотя карта замечательная. У нас тут полный баланс в делах, в успехе, в проектах, в деньгах. Все под контролем. Ну, что вот вообще. Все стабильно, хорошо. И более того, мы рады, мы довольны. Мы уверены в себе. Мы знаем, чего мы хотим и так же хорошо знаем, чего нам не нужно. Поэтому мы смотрим очень здравомысляще. И, кстати, холодная карта. Обратите внимание, насколько у героя холодное лицо. То есть никаких эмоций, ни с плюсом, ни в минус. Ни сомнений, ни каких-то, знаете, розовых очков. Значит, с чем-то вы уже окончательно определились. Но, я сказала, сохраняем все абсолютно. И как бы нельзя сейчас собой рисковать. Впереди перемены. И нам нужно будет правильно распорядиться тем, что мы уже заработали, наработали, чему-то научились. Или достигли какого-то статуса, положения в обществе. Ну, и так далее. Шикарно. Ух ты. Карта императора. Конечно, с одной стороны, вообще мы вам смотрим, правда, и у вас вот такие энергии императорские. Когда я задумал что-то, проект, я знаю. Вот отчасти то, что я перечисляла по этой карте. И хладнокровие, кстати. Но это ведь карта власти. Когда в нашей власти что-то изменить, сделать, договориться. Это статусная карта. И кто-то из вас, словно, правда, меняет статус. Может быть, меняет работу, получает новую должность. Или открываются перед вами какие-то новые перспективы. Для вас, возможно, карты говорят о том, что вы поменяете свое окружение. Вы можете больше находиться в обществе тех людей, которых мы называем сильный мира сего. И это где-то будет накладывать на вас ответственность думать, что мы говорим, да. Мы должны выглядеть вот так вот, держать маркок, быть императорами. Вообще по всем статьям. У кого-то это про имидж подумать, а у кого-то, может быть, перемены в жизни, именно через личную жизнь. Там тоже что-то у вас меняется. Здесь по-разному. Но карта императора о чем у нас говорит еще? То, что мы идем согласовывать какие-то документы, подписывать. Что-то мы можем оформлять. Договоры, контракты, да. Или любые вот документальные оформления, то, что с высокими чиновниками, или с людьми, которые не только наделены властью, но и мерой ответственности. Мы можем какие-то вопросы прояснять. Но вообще жизнь такая мало что стабильная. нам показали по девятке Пентаклей. Отчасти мы хладнокровны. И знаете, многое нам ведь удается. Единственный момент. Мы не должны рисковать. Это уже нам сказали и карта, и еще император повторяет. Мы должны предвидеть на пару шагов вперед обязательно. Мы не надеемся на авось, на счастливый случай. И поэтому дважды не рискуем, не попадаем в какую-то дурацкую ситуацию. Вот тут себя нужно будет хранить. И предвидеть, может быть, на случай каких-то обстоятельств непреодолимых, или то, что мы называем вокруг, да, какая-то ситуация складывается. Так вот у нас должен быть план А, план Б, план С. Что я буду делать, если будет вот так? А что я буду делать, если вот поменяются события или обстоятельства? Что я буду делать в этом случае? Мы должны какую-то нашу цель пронести сквозь любые, как и, может быть, обстоятельства даже непреодолимой силы, так и то, что извне приходит к нам. И вот императора его сложно застать врасплох, потому что он как раз, у него всегда вот этот А, Б, С план есть. Он всегда вот где-то, надеясь на самого себя, а не на кого-то. Он поэтому, наверное, уверен в собственных силах. Вот для вас всё это важно. Ну, посмотрите, май, май вообще шикарный. Работай, у тебя всё получится. Или учись, у тебя всё получится. По этой карте мы становимся профессионалами, и мы улучшаем своё качество жизни. Мы, кстати, действительно, многие из вас поменяют статус. Вы измените свою жизнь, может быть, кардинально. Вы какое-то важное решение, как будто уже оно у вас созрело, словно оно у вас уже, может быть, теперь вы где-то об этом думаете, смотрите, да, ещё у нас февраль идёт. А вот уже в марте окончательно с чем-то определились, куда мне нужно, и куда мне точно не моё. Всё, до свидания. Даже думать не буду, не то, что действовать в том направлении. Мы в себе уверены, и сами себя где-то страхуем от разных ситуаций. И вот эта карта – это карта прогресса, прогресса в достижении, прогресса в зарабатывании денег, прогресса в нашей мечте, цели. Это здесь что-то будет меняться с плюсом. На последующую жизнь, на последующий период, точнее, жизни, мы как улучшим качество, так и больше денег заработаем. Или в мае у кого-то, если стоит на повестке дня, допустим, какая-то крупная сделка, кругу, купля-продажа, то эта карта говорит, как раз у нас получится. Благоприятный, посмотрите, период весь весенний. Для вас, мои дорогие рыбы, рыбки, что-то осуществить из разряда то, о чём я всегда мечтал. Или мечтала. Шикарно. Главное – событие. А вот сохранять стабильность. Посмотрите, карта якоря, я её так ещё называю, четвёрка пентаклей. Когда у нас всё под контролем, ничего от нас не скользает. Тылы наши надёжны. Мы знаем, чего мы хотим, опять же, и чем мы не собираемся рисковать. Вот эта сама по себе уверенность и сохранение того, чего мы уже теперь имеем, достигли, с чем мы определились, вам будет придавать необыкновенную силу. Не будет, знаете, вот этих внутренних сомнений, каких-то размышлений, вот этой ненужной философии, которая нас часто тянет, как, знаете, в омут какой-то. А потом мы оттуда героически вылазим. И всегда это не проходит даром для нашего настроения, это уж как минимум. А то и более серьёзно что-то. Мы расстраиваемся. Вот тут нет ничего. Никаких расстройств, нет тут никаких сомнений. Тут всё по факту. Вы посмотрите, когда Пентакли, это конкретика дня и рука на пульсе, и всё очевидно, и всё уверенно, спокойно, надёжно, чинно, благородно. Ну, в общем, как-то так. И это для вас главное. И у вас это всё будет. Безусловно, от наших каких-то решений, и, безусловно, от наших действий правильных будет это тоже зависеть. Но то, что благоприятный период, это даже вот что может быть лучше, правда? Что нам помогает? И ещё нам подтверждает всё то, что я сказала. Десятка Пентакли. Деньги будут, значит, какие-то вопросы финансов или материального благополучия, или благополучия, может быть, у кого-то по десятке Пентакли, ведь у нас идут вопросы жилища нашего, да? Вопросы с нашей семьёй связаны. Ну, понятно, и материальные тоже. Вопросы сюда же. Ну, у кого-то может быть как переезд или смена места жительства, если мы говорим про десятку Пентакли, и это тоже нам как будто помогает уверенность, да? И может быть, по этой карте, когда нас поддерживают близкие, понимаете? То есть, когда у нас дом, вот если в значении, я сказала, тылы наши крепкие, вот это тот самый где-то тыл, когда у нас всё стабильно, уверенно. Ну, что может быть лучше? И с деньгами-то проблем нет. Неожиданность. Как-то что-то, посмотрите, карта звезда – это карта успеха, это то, что мы планируем на длительный период времени. Это ваши планы, это вы сами, это ваша популярность, это ваша, может быть, работа, новая работа, популярность через интернет, или это обучение. Всё, что угодно по этой карте идёт. Но это, знаете, такой своего рода марафонский забег на длительную дистанцию, когда мы продумываем каждый свой шаг, и он ведёт каждый шаг к победе, к тому, что у нас получится осуществить, достичь нашей мечты и цели. Шикарно. Но у нас в неожиданностях. Значит, примите во внимание, могут быть отчасти какие-то по этой карте идут задержки. Всё-таки дистанция у нас может быть по времени. Поэтому, если какие-то вопросы не решаются в тех временных рамках, которых вы хотите, это не значит, что не получится. Это значит, что обязательно получится, но пространство, значит, вам какой-то другой манёвр даст. То есть, как-то, может быть, переиграть, что-то придётся, или пересмотреть, или подождать. Вот по этой карте такое, если мы говорим про неожиданности, может быть. Или наоборот. Вам придётся ускориться, мои дорогие. По этой карте всё же старший аркан, и у каждого по-своему проиграется. Ускориться для того, чтобы взять свою мечту. Может быть, обстоятельства сложатся так, наиболее благоприятным образом весной. И тогда вы что-то тут порешаете для себя не просто с плюсом, а вот на далёкий период. Шикарно. Дела, работа, бизнес. Вообще, ваша карта. Вы останетесь довольны. Правда, что бы тут не было, королева кубков. Это карта, в первую очередь, интуиции и мудрости. И это, если мы говорим, как карта-сигнификатор, где-то ваш, да, всё возможно. Вы останетесь не просто довольны, а вас, я бы сказала, с учётом того, что по этой карте проходят также наши близкие, супруги, может быть, то вас ещё и поддержат. У вас все дела будут продвигаться таким образом, что они вас будут радовать. Понимаете? Вот в целом, какой бы проект вы, мои дорогие рыбы и рыбки, не задумали, а тут всё со знаком плюс. Шикарно. Деньги. Хотя про деньги нам сказали. Точно деньги будут. Посмотрите. Пятнадцатый аркан как раз на деньги, когда выпадает, очень хорошо проигрывается. Почему? Нам помогает как раз этот аркан, улучшать наше благополучие, конкретно материальную нашу жизнь. И все вопросы с этим связаны. Но он всегда и предостерегает, что у нас бывает соблазн где-то что-то сделать как-то вот не так. Или пойти на поводу какой-то скользкой ситуации. Вот всяческий риск мы исключаем. И мы исключаем, нам уже об этом сказали, потому что статус, нам надо держать марку. Поэтому в этот период будьте внимательны. По этой карте мы можем, кстати, пойти в разнос. Вот явно будет период, когда, знаете, вы будете уверены на 101% в себе. И все для вас настолько очевидно. И иногда вот это может нам словно отчасти замылить глаза. И мы можем так это вот немножко бахвалиться. или говорить о том, что, ну, вот как мы же в себе уверены, где-то можем хвастаться, понимаете. А все-таки больше, я уверена, что не все, но кому-то, может быть, важно услышать. Суть в чем? Что ваш какой-то проект, он у вас как будто в одиночку идет. Правда? И чем меньше знают, тем лучше спите вы. Поэтому не пойти на поводу у эмоций, даже если, знаете, нас иной раз никто не тянет за язык, а мы что-то можем проболтаться. Или кому-то мы что-то можем наобещать. Или мы можем поддаться на уговоры. Тут у нас все-таки дуальность идет по этой карте. Где-то с нами могут проманипулировать нами, потому что мы словно чем-то ослеплены. Перестали быть рациональными. И тогда вот в этом будет ошибка. Ну, если, я надеюсь, это не проиграется для всех, но это как предупреждение, потому что с 15-м арканом нужно держать руку на пульсе. Как только он видит, что мы попали где-то на его крючок, он великий шутник. И нам тут же будут даны те ситуации, как, знаете, проверка своего рода. Вот чтобы избежать этой проверки, будьте рациональны. Особенно в вопросах денег. Не соглашайтесь на сомнительные сделки. И не участвуйте в том или в той ситуации, которая может вас поставить под удар. Вот это будет важно. В личной жизни королевы Пентакли. Прекрасно. Вот как раз для королевы Пентакли важно все. Ее какая-то цель, она была прежде идеей. И она как раз воссоздает свою мечту в реальной жизни. Вот для вас в личной жизни, если, да, это выпадает, это может быть знакомство с человеком даже, который рожден под знаком зодиака, стихией земли, телец, девок и зерок. Может быть, вас будут поддерживать. Может, это ваш компаньон. Или у человека в асценденте есть такой знак зодиака. А вообще это карта, когда она говорит, что вот именно важно все, нет мелочей. И личная жизнь – это не только про любовь. Это и наше благополучие, это наши планы, это наши достижения. Так вот, как раз сделать мечту реальностью получается лучше, чем у кого-либо, у королевы Пентакли. И у вас будет такой период. И нам уже об этом, собственно говоря, сказали. И в личной жизни для нее важно собственное здоровье, свой внешний вид, свой имидж, то, что ее окружает. Ей важен комфорт, ей важен ее дом, за которым она ухаживает очень внимательно. Вот это самое благополучие, многогранность этого благополучия у вас выпадает на карту личной жизни. И даже если у каждого своя какая-то история, то вы останетесь довольны. Шикарный месяц. Есть, конечно, у нас предупреждение. Мы будем внимательны, мы будем в нужных вопросах, хладнокровны. А вообще, мои дорогие рыбы и рыбки, пусть у вас все получится, и все ваши планы сбудутся. Будьте счастливы, мои дорогие.